Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскрес. Аминь. Бестворение святителя Анна Златовута. Бог приближается к нам не с принуждением, не против нашей воли, но по нашему желанию и благорасположению. Не заключай дверей для этого света и получишь много наслаждения. А приходит к нам этот свет посредством веры и пришедшее в обилии просвещает того, кто приемлет его. Если ты представишь ему чистую жизнь, он постоянно будет обитать в тебе. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет, говорит Спаситель. И придем к нему я и Отец мой, и обитель у него сотворим. Как никто не может пользоваться светом солнечным, не открывая глаз, так никто не может участвовать в этом просвещении, не отверзая вполне очей души и не изошрив их во всех отношениях. А как это можно сделать? Очищая душу от всякой страсти. Грех есть тьма, и тьма глубокая. И это видно из того, что он совершается безрассудно и тайно. Всякие, делающие злое, ненавидят света и не приходят к свету. А то, что они делают тайно, об этом и неприлично и говорить. Как во тьме мы не распознаем ни друга, ни врага, и вовсе не узнаем свойства вещей, так и в грехе. Человек любостяжательный, не отличает друга от врага. Завистник и на человека самого благорасположенного к нему смотрит, как на врага. Наветник одинаково вооружен против всех. Словом, всяк, делающий грех, ничем не отличается от людей, упивающихся и беснующихся в том отношении, что не распознает свойства предметов. И как ночью на наши глаза все равно, дерево ли или свинец, железо, серебро или золото, или драгоценный камень, потому что для развлечения этих предметов не достает света. Так человек, ведущий нечистую жизнь, не постигает ни доблести целомудрия, ни красоты любомудрия. Ведь во тьме, как я сказал, и драгоценные камни не обнаруживают своей красоты. Не сами по себе, но по незнанию тех, кто смотрит. Но не эта одна беда постигает нас, когда мы живем во грехах. Мы живем тогда еще и в постоянном страхе. Как находящийся в пути в безлунную ночь чувствует страх, хотя бы и ничего страшного не было. Так и грешники не могут иметь дерзновения, хотя бы и никто не обличал их. Но, чувствуя угрызение совести, они всего боятся, все подозревают. Все на них наводит страх и ужас, на все озираются с боязнью, всего трепещут. Будем же убегать к такой мучительной жизни. А за такой мукой еще последует смерть. Смерть бессмертная. Тогда не будет и конца наказанию. Здесь же ничем не отличаются от умопомешанных те, которые как бы во сне представляют себе вещи небывалые. Так воображают себя богатыми, не будучи богатыми. Думают роскошествовать, не имея никакого удовольствия. И не прежде они узнают, как должно такое заблуждение, пока не освободятся от умопомешательства. Или пока не отрясут от себя сна. Поэтому-то Павел заповедует всем трезвиться и бодрствовать. Тоже повелевает и Христос. Кто трезвится и бодрствует, тот хотя бы увлекся грехом, немедленно отражает его. А кто спит или безумствует, тот и не чувствует, какую власть имеет над ним грех. Не будем же спать. Теперь не ночь, а день. Потому ходим, как днем, благообразно. Ничего нет постыднее греха. В этом отношении не так худо в ноготе ходить, как во грехах и преступлениях. Поэтому, умоляю, покажем в образе жизни нашей скромность и чистоту. Мы имеем Царя, который непрестанно зрит все наши дела. А чтобы нас озарял всегда в обилии высший свет, будем привлекать к себе его луч. Тогда мы будем наслаждаться и настоящими, и будущими благами. По благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу и Святому Духу. Слава во веки веков. Аминь. Спасибо.